Всем привет, с вами Мира, и в этом видео я вам расскажу о том, где проходит аниме-фестивали. Ура! Наконец-то! Под моими видео постоянно пишут комментарии по типу, где фестивали проходят. Как вы узнаете, где проходит аниме-фестивали? Я перерыл весь интернет, но не нашел. И так далее. В общем, таких комментариев пипец как много. Они постоянно мелькают. Я пыталась сначала отвечать всем, но когда эти комментарии просто каждую секунду под каждым видео, и под каждым видео я отвечаю и все равно спрашиваю после этого, я уже как-то это... Решил такой нюансик, да, и немножко такой разъяснить, да. Сегодня я в образе Райда, так что надеюсь, вам понравится, как я выгляжу в этом персонаже. Такая вот малышечка, да, с косой. Самый первый вопрос. Как узнать, где проходит фестиваль в вашем городе? Есть такая прекрасная группа в ВКонтакте, которая называется Russian Anime Fest. И там есть информация про все фестивали, которые проходят, ну или практически про все. Вы просто заходите в эту группу, и там будет вся информация. Вы будете видеть, какие будут фестивали в ближайшее время. И, так сказать, сможете подгадать момент. Также сама я лично о очень многих фестивалях узнала от знакомых друзей. Когда я только начинала увлекаться косплеем, конечно, я тоже не знала про то, где проходят фестивали, и думала, блин, где вся эта информация. Но потом я наткнулась на какое-то видео, где рассказали как раз-таки тоже об этой группе. Теперь я сама рассказываю про это. Ну вот, такая вот жизнь. Есть некоторые аниме-пати, вечеринки, которых не говорят в этой группе. Но это вы все узнаете, так сказать, с опытом, потому что если вы будете часто ходить, то в любом случае вы будете слышать в каких-то фестивалях. Если вы будете подписаны на косплееров, тоже постоянно косплееры куда-то ходят, говорят, вот я буду, там, например, в это воскресенье на этом фестивале, а в субботу на вот этом. Потом там на каком-то еще мероприятии. И, в общем, подписывайтесь просто на косплееров, например, еще на меня. Да-да-да, всем привет. Будете узнавать о том, какие фестивали проходят. Ну, единственное, конечно, например, я живу в Москве, естественно, фестивали проходят очень часто. То есть бывают периоды, когда там просто каждую неделю какой-то фестиваль, и еще иногда накладывается один фестиваль на другой в один день. И ты думаешь, блин, на какой же мне пойти? Ну и, в общем-то, как-то так я и узнаю о фестивалях. Потом вопрос, когда будет проходить мероприятие. Это, конечно же, вы смотрите конкретно на каждом сайте. То есть, если, например, вы зашли на сайт Taguchi, на страницу общего ВК этого фестиваля, то там написано, когда будет ближайший. Также там вся информация по набору заявок, о ценах билетов и так далее. Вопрос, который тоже задали. Платное ли это все дело или нет? И да, в основном фестивали это платная штука. Все потому, что организаторы арендуют вот эту какую-то зону, где вы находитесь целый день, чтобы как-то окупить это, плюс там всякие другие расходы. Нужно купить билет. Все логично. Но также есть фестивали, которые, например, могут проходить в торговом центре. Это вот, например, такой фестиваль Big Asian Fest. Вы можете, кстати, посмотреть видео. У меня, кстати, есть целый плейлист с видеофестивалей. Цена билета бывает разная. Например, обычно на какие-то такие поп-пати билеты достаточно дешевые. Там может быть 300 рублей. На какие-то фестивали цена может быть 800 рублей, 600 рублей. Например, вот я скоро пойду на фестиваль консерва. Билет стоил 800 рублей, я его купила, а потом оказалось, что меня приняли в конкурсную программу. И я такая, апан. В общем, пришлось возвращать билет и деньги тоже свои, которые мне еще не вернули, кстати. Такой нюансик, да и небольшой? Такое-то все без мемов, окей? Блин, что-то какое-то мемное видео будет. Если это мероприятие проходит в торговом центре, например, как Big Asian Fest, где я была, там, получается, не знаю, как договариваются организаторы, но, наверное, для ДЦ это тоже плюс, что у тебя на территории проходит какое-то мероприятие, и туда приходят люди, и тоже тратят деньги в магазинах. Это было вот этот CDM, центральный детский магазин в Москве на Лубянке. И там, получается, вход был абсолютно бесплатный, поэтому я туда и пошла. И, кстати, я ожидала, что там будет какой-то кринж-фестиваль, ну, типа, бесплатный. А в итоге там такие были крутые образы, что в следующий раз, если он будет проходить, то я планирую туда подавать заявку, потому что действительно очень-очень классно. Прям и вдохновляюще. Дальше был вопрос про дефиле. Как вообще туда пройти, где это всё находится? В основном, всегда, чтобы выступить на сцене, вам нужно подать заявку заранее, и чтобы её одобрили. То есть вы скидываете фотографии себя в полный рост в косплее, детальные фотографии, например, лица и какие-то элементы костюма. Также говорите о том, как вас зовут, фамилию, вся вот эта контактная информация, город. И также скидываете референс персонажа, музыку, под которую вы хотите выступать, и кратко описываете своё выступление. Ну и, в принципе, всё. То есть вы должны подать примерно такую заявку. У всех фестивалей она плюс-минус одинаковая, но может отличаться. Поэтому, естественно, вы должны всю информацию брать именно с сайта этого фестиваля, ну или с группы ВКонтакте, где обычно, кстати, они и располагаются. Вы подаёте заявку и ждёте того дня, когда их проверят и скажут, прошли вы или нет в конкурсную программу. Иногда вас могут, например, закинуть вовне конкурс, то есть вы не будете участвовать в конкурсе и не сможете занять какие-то места. А иногда вас могут взять, и вы будете выступать на сцене с возможностью выиграть какой-то приз. Вот также когда-то я ходила на такой фестиваль, как ФФП, у меня тоже есть одно видео оттуда, можете посмотреть. И там есть две сцены, ну, по крайней мере, пока я туда ходила, там было так. Была сцена дефиле, где надо было подавать заявки, и была сцена, где ты мог прийти прям в день фестиваля, записаться, просто прийти со своей музыкой. Не знаю, может быть, скинуть на Google Диск тем, кто там организовывал это дефиле, и выступить. Вот, но там, конечно, было не так много зрителей, такая типа сцена, то есть для всех. На других фестивалях, я думаю, тоже такая есть сцена, но вот на ФФП я ее встречала чаще всего. И также вопрос, обязательно ли выступать на сцене. Конечно же, не все любят это занятие. Я на самом деле тоже не из тех людей, кто очень любит выступать. Я вообще свои выступления не придумываю, мне помогает с этим сестра, потому что у меня просто не работает голова на это. Я могу сделать костюм, сшить, уложить парик, но вот сделать выступление хорошее я не смогу. А хочется все-таки, чтобы все было так красиво, идеально. Поэтому я прошу свою сестру, которая в этом шарит, мне помогать. Вообще, я выступаю я достаточно редко. То есть, например, я вот на консерве буду выступать впервые за полгода, даже больше. В моей группе ВКонтакте появился донат, так сказать, пончик, и вы можете стать моим доном. И это отличная возможность поддержать меня за небольшую денежку. Ну и, конечно, взамен вам будет много контента. Я сейчас очень активно туда публикую всякие видео, фото, процессы костюмов и так далее. В принципе, мои дефиле реально вот типа через полгода, наверное, каждый идут. Вот, потому что я просто вот выступаю, и мне потом надо как-то дышаться. Потому что как-никак, но ты приходишь и действительно напрягаешься. Обычно у меня так было, потому что я реально запариваюсь над своими дефиле. Моя сестра мне придумывает какие-то сумасшедшие просто моменты, такие нюансики. У меня, кстати, в группе ВКонтакте можно посмотреть мои выступления. Но там только два записано. А то там в стога химика я подкидываю ножи, с хута у меня вот это копье, я им что-то махала. Короче, достаточно такие сложные выступления, которым я реально готовилась. То есть я там каждый день репетировала, в косплее репетировала, без косплея. Конечно, если вам не нравится выступать, вы не обязаны. Вы можете прийти в косплее на фестиваль, и неважно, будете выступать или нет. В таком случае вы просто покупаете билет и приходите в косплее. Почему все хотят выступить? Ну, не все, но, мне кажется, многие из-за этого фактора. Потому что тогда или у вас бесплатный билет, или у вас есть какая-то скидка на него. То есть, например, 50%. Ну, и я, конечно же, тоже очень люблю из-за этого выступать. Именно этот момент, потому что ты можешь бесплатно пройти на фестиваль и не платить деньги. При этом тебе нужно выступить, и это, конечно, очень нервозно. И да, вы можете приходить в косплее, при этом ни с кем не договариваясь. То есть, это абсолютно нормально. Вы не обязаны там сообщать организаторам, что так, я буду в косплее Райден вот сегодня. Вот приду в 8.00. Ну, например. Это просто рандомная ситуация, скажем так. Обычно еще на входе в фестиваль есть небольшая очередь. Если вы просто посетите или купили билет. Но для тех, кто аккредитированный косплеер, обычно очередь, так сказать, или своя. Или ты можешь без очереди просто пройти, показать паспорт, и все, тебя возьмут. Ну, и я думаю, в принципе, это было все. Я просто вот хотела записать такое короткое видео про фестивали. Потому что действительно очень много об этом вопросов. И я устала отвечать в комментариях. Если еще какие-то остались вопросы по поводу этой темы, то, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот здесь я буду вам отвечать. Но если будут повторяться вопросы, я не буду второй раз вам писать. Так что да. Ну, и это было все. Я надеюсь, что вам было полезно это видео. Так что обязательно ставим лайк. Подписываемся на канал. Нажимаем колокольчик такой, да? Нюансик небольшой. Нюансик такой. И, конечно же, подписываемся на все мои социальные сети. Ну, и всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.